Коллеги, продолжаем нашу после матчевую пресс-конференцию. Слово главному тренеру нашей команды, Алексею Николаевичу Подубскому. Алексей Николаевич, еще раз поздравляем вас и ваших подопечных с успехом. Сегодня была очень непростая игра. Ну, в томе у нас всегда отношения складываются. Своебразное дерби. Но я думаю, что игрой своих подопечных вы довольны. И результатом довольны, и результатом довольны. Первый тайм, к сожалению, не получился. У ребятам видно было нервозность, потому что, еще раз повторюсь, концовка, каждая игра на вес золота и была скованность. Много допускали ошибок, нервничали. Но нужен был гол. На втором тайме мы его забили. И уже как воодушевление пошло, ребят, раскованность появилась. Ну, сыграли на ноль тоже позитивно. Все. Сегодня все сыграли неплохо, но были у нас отдельные персонажи, которые, ну, скажем так, сделали игру. Вратарь сегодня потянул пару сумасшедших мячей. Гол Гангадзе, я думаю, будет признан лучшим голом, но, во всяком случае, этого тура. Ну, я не буду никого выделять. У нас команда, и все работают на результат. Сегодня получилось забить им. В следующей игре, дай Бог, чтобы они тоже забили, могут другие забить. Поэтому говорю, еще раз повторюсь, что эта команда, это общее достижение, не отдельных футболистов. Все это наше. Ну, я знаю, Ваше правило не выделять никого. Поэтому не будем в таком случае эту тему. Следующий наш соперник – Оренбург. Ну, с ним у Вас, как говорится, давние принципиальные отношения. У нас сейчас, я так понимаю, непростая остается ситуация. Много народу на карточках сегодня. Мы потеряли капитана нашего, который в следующую группу пропустят. Да, Иракли пропускает. Но, еще раз повторюсь, у нас команда есть кому заменить. И все ребята работают на результат. А кто у нас следующую группу проведет за собой? Кто в качестве капитана уже? Определились? Нет. Я еще составом не определился. Сейчас уже капитаны. Давайте доживем до игры. Там будет видно. Постараемся дожить.